Юрий Зайцев поблагодарил сотрудников столичного предприятия ТЭЦ-1 за добросовестный труд и бесперебойное обеспечение жителей теплом и электроэнергией. Отопительный сезон еще не закончен, но уже можно с уверенностью сказать, что зимние испытания удалось преодолеть в штатном режиме, без системных сбоев и нарушений. Основной целью деятельности общества является обеспечение бесперебойного качества теплоснабжения и электроснабжения потребителей города. Я знаю, что на предприятии реализуется в полном объеме инвестиционная программа, систематически выполняются текущие ремонты на сетях тепловых и электрических сетях, и на подстанциях, и на других объектах. Это важно. В рамках инвестиционной программы установлена газопоршневая установка у нас, которая позволяет в том числе и обеспечивать бесперебойность снабжения энергоресурсами наших потребителей. Как доложило руководство ТЭЦ-1 главе региона, подготовка к отопительному сезону велась в Вишкороле, как и по всей республике, самым тщательным образом. Заготовлены в доставке материалы на случай аварии, а в качестве резервного топлива – запас мазота. Более того, для работы по ликвидации техногенных ЧП, в том числе в период аномальных холодов, на предприятии есть передвижная резервная электростанция. В первую очередь устранялись инциденты на сетях, которые обеспечивают РГБ с потребителем. В период отключения горячего размножения все эти инциденты и аварии были устранены. Совместно с предприятием «Ауты плюс» на территории города находится ТЭЦ-2, три источника ТЭЦ-2, ТЭЦ-1 и АК-37, которые находятся в завершенной части города, оптимизировали схему работы объекта и сократили срок отключения потребителей с 14 до 7 суток. Сейчас Ежкаролинская ТЭЦ-1 переживает период реорганизации. Это связано с необходимостью реализации федерального закона, в соответствии с которым муниципальные и унитарные предприятия должны быть преобразованы в акционерное общество или ликвидированы к 2025 году. Столичная ТЭЦ-1 получила статус акционерного общества, но его собственником, как и раньше, будет являться муниципалитет. На работу стратегически важного предприятия реорганизация не повлияет. Для коллектива, а это более 1300 человек, будут сохранены все социальные гарантии.